Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Хорошо проанализировали политику. Понравился мне. Вам бы в студии работать. Очень хорошо проанализировали. Вот новую новость вы слышали, да, про Турцию с Азербайджаном. Франция запретила Турцию Азербайджаном продавать боеголовки. У них есть контракты за это. Вот это, наверное, пока что будет проблемой. Потому что Азербайджан уже хотел закупить хороший трон. А Франция пока что запретила это. Но так как у них есть контракт, пока что отоваривание останавливается. Это, наверное, не знаю, создаст проблем или нет. А в Ливане, не знаю, слышали или нет, в Ливане армяне хорошенько поднялись против ливанского правительства. Даже на посольство на поляне. Сейчас армяне бунтуют. Их реваншизм до максимума поднялся. И во Франции хотят поднять опять вот то, что вы... Ага, я вас слушаю. Ребят, дело в том, что можно бунтовать, можно бунтовать, можно делать все, что угодно. Но опять же говорю, когда нет как бы на руках каких-то вот нет экономической устойчивой позиции, чтобы взаимовыгодно сотрудничать с любым государством. То есть это пустое. Любое государство, когда как бы союзническое отношение подписывает какое-то с другим государством, то есть это взаимовыгодные в первую очередь отношения, которые в наших глазах, в глазах простых людей выглядят как партнерские, дружеские отношения между нашими странами. В первую очередь, соответственно, надо не забывать, что кроме дружбы каждый глава своего государства пытается взаимовыгодные отношения вести с определенными государствами. Что сегодня может Армения? Армения сегодня, опять же я говорю, экономически ничего не сможет нигде предложить. Но вот этот бунт там, бунт здесь, к чему это приведет? В 2020 году, извиняюсь, мы подписали договоренности, которые должны выполняться. Их никто отменить не может. Мы основываемся на резолюциях ООН, мы основываемся на международном как раз таки праве. Поэтому, как бы, правда, за Азербайджаном и здесь, в принципе, какие могут быть другие разговоры. Ну, пускай бунтуют. К чему это приведет? В Франции. Сейчас я вчера есть YouTube, один Армений говорит, он во Франции живет. Он так и говорит, что Азербайджан ничего не добьется. Что сейчас происходит Армяне с рук? Давайте не будем забывать, что союзник самый первый и главный Азербайджана, а также братское государство находится тоже в НАТО, и это Турция. И Турция, на секундочку, свое слово очень красиво сказала уже давно на мировой арене. Так что, в первую очередь, тем более, Шушинская декларация, которая была подписана между Азербайджаном и Турцией, вы знаете, это очень дорогого стоит, потому что это уже подписывает именно Турцию и Азербайджан даже воевать друг за друга, если вдруг будут какие-то военные действия. Эта Шушинская декларация была подписана после окончания Второй Карабахской войны, спустя определенное время. В силу она села около шести месяцев, война уже два года назад была, поэтому после этого теперь уже как бы Азербайджан даже не такой, как был во Второй Карабахской войне, а намного сильнее. Надо это не забывать. Да, да. Ведущий. Здравствуйте. Вы вначале представьтесь, пожалуйста, Янка у вас написана. Ну да, я в Литве живу, в Европе я живу. А по национальности? Ну, по национальности у меня есть корни и русский, и армянский, и другие. Я вопрос хотел просто задать нейтральный такой. Нейтральный. Ваш голос мне знаком. Вы, по-моему, у меня были уже в эфире, возможно, под другим ником. Ну, я вопрос хочу задать нейтральный. Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, Азербайджан вторгся на территорию не Карабаха, Армении и бомбил территорию Армении. Разве это не считается агрессией? Так, ваше имя как к вам обращаться? Янис. Янис. Янис, значит, мы видели прекрасно, как во время и Второй Карабахской войны очень много было провокировано. Айла, это Талямбубу, это Талямбубу, ты его не знал. я же говорю, что по голосу знаю, что это. Какая разница? Нет, Айла, не надо говорить свое имя и не надо имени своего стыдиться или своего... какая разница какого я имени? Яд Али или там Мухаммед. Какая разница тебе? Саламбубу. Алякум, а сам. Большая разница, потому что вы выходите... Большая разница, потому что вы выходите в дебаты к человеку и уже изначально начинаете с лжи, не представляетесь... Моя ложь Моя ложь на вас не влияет Нет, как не влияет Моя ложь на вас не влияет Секундочку У нас, наверное, разные понятия Просто для меня честность Это главный фактор в человеке А теперь я отвечу вам на ваш вопрос Моя ложь не имеет отношения К вопросам моим Ответьте на вопрос Во-первых, когда заходите Не надо начинать общение со лжи Во-вторых, подождите Я вам сейчас отвечу на ваш вопрос Во-первых Мы всегда видим С армянской стороны Определенные провокации На сегодняшний день Азербайджану Не нужно было Как вы говорите Нападать на какие-то территории Армении Потому что Азербайджан как раз таки Признает границы Армении нынешней Которая является по резолюциям ООН И принятое всеми Это Армения не признает Границы Азербайджана После того, как было подписано Трехсторонний договор Договор, который состоялся В 2020 году Разделенный на 73 пункта Из них Как бы В пунктах некоторых Упоминалось о том Что Армения После капитуляции Так как она была Постепенно будет покидать территории Оккупированные Азербайджана До того, как произошла Эта провокация На днях Пашинян Никола Пашинян Во всеуслышание Сказал о том Что он отказывается Исполнять договоренности После чего Через пару дней Поступила Широкомасштабная провокация Именно со стороны Армении Так как Азербайджану Незачем это делать Азербайджан все документы Уже подписал Азербайджан уже войну Остановил с вами Из-за капитуляции И Азербайджан вам дал время На то, чтобы вы Спокойно могли уйти Из наших оккупированных территорий И даже в придачу Наш президент сказал Те армяне, которые хотят Остаться на территориях Азербайджана в Карабахе Они получат Азербайджанские паспорта И гражданство И пусть остаются И живут Это сказал наш президент Можно я отвечу? Я отвечу Во-первых Армения Не признает Границы Не хочет признать Границы Которые разделяют Азербайджан с Арменией И не подписывает договор Это раз Во-вторых Армения провоцирует Она с территории Армении Обстреливает территорию Азербайджана Надеясь на то, чтобы создать провокацию Чтобы Азербайджан ответ Обстрелил эти позиции Откуда стреляют Это ложь Создать провокацию И привлечь ОДКБ Понимаешь? Вот в чем заключается Армения и Виндя А почему Почему вы Почему вы Не говорите Янка Слушай меня Слушай меня Слушай меня Одну минутку Слушай Это Слушай Одну минутку Это официальное заявление Тот день Я сам смотрел Российским каналом Что Сами российские политики Говорят Что Это То что провоцируется Это Провоцируется Армянские стороны Это официальное Заявление Это не просто так Где пишут Откуда Янка Вот ты докажи Откуда Не-не-не Откуда у тебя Слышишь меня Ты меня слушаешь Где у тебя доказатель Что Что Азербайджан спровоцировал Есть у тебя Это официальное Официальное Говорят Я могу ответить Я могу ответить Послушайте меня Мужчина армянин Парень Я не знаю Сколько вам лет Я к вам обращаюсь Ответьте мне Пожалуйста На такой вопрос Очень легкий Если Азербайджан Остановил войну Имея выигрышную позицию При том Как Армения Капитулировала Азербайджан Подписал договоренности Азербайджан Сегодня Строит И обустраивает Уже Территории В Карабахе Азербайджан Занят Совсем другим Зачем Азербайджану Сегодня Со своими Новыми постройками Со своей работой Каким-то Образом Не знаю Совершать какие-то Нападения На Армению Если Азербайджан Сегодня Занимается Уже Карабахом Обустраивать его И Почему ОДКБ В составе Которого Состояла Армения В открытую Армении Отказывает Говоря о том Что Трехсторонний Договор Где стоит Россия Гарантом Должен Исполняться Вот Объясните Соответственно Здесь Сторона Недовольная Это Армения Та Которая Сегодня Недовольна Та Которая Не признает Территориальную Целостность Азербайджана Та Которая Территорию Азербайджана Не признает Та Которая Являлась Оккупантом Все эти годы Соответственно Армения Является Провокатором Зачем Это Азербайджану И почему ОДКБ Не подписывается Ведь Вы знаете Обязательство ОДКБ В том случае Заступиться За Армению Если будут Бомбить Именно Территории Армении А если Нет Территории Армении От суверенного Государства Азербайджан ОДКБ Не имеет Прав Туда Вмешиваться Отличного ответа У тебя У нее полная Логика Отвечай 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 Как победитель Азербайджан Как победитель Как Сила Преследует Дальнейшие Цели Открытие Коридора Коридора На Нахчеван Российская Федерация Естественно Как Страна Которая Преследует Интересы Российской Федерации В данной Ситуации Видит Пользу Сотрудничества Больше С Азербайджаном Как сильной Страной Да Ремарка И вы продолжите Но дело в том Что о коридоре Которым вы говорите Как раз и было Уже обговорено Армения должна была Согласиться Вот в чем вопрос Может быть Может быть Но конкретно Российская Федерация Имеет Прямое Отношение К данному Конфликту Последнему Так как Она дала Добро Пожертвовать Я так понимаю Своими Военнослужащими Базами Которые Обстреливали Азербайджанские Силы Преследуя Долгосрочные Какие-то Цели Янка Вы меня Услышали О чем я Говорю Коридор Здесь не Обсуждается О коридоре Уже давно Не обсуждается Да Когда еще Была Капитуляция Армении Уже была Договоренность О том Что этот коридор Будет А в чем Сегодня Дело Что вдруг Армения Забирает Свои слова Обратно Та Армения Которая При капитуляции Была согласна На все Сегодня Говорит о том Что нет Как Армения Может помешать Коридору Который важен Всем В нашем регионе Вы можете Это понять Плюс К тому же Все эти территории Понходятся Под вашей Окупацией Никто не может Вмешаться В этот конфликт Потому что Территория По документации По резолюции Это территория Азербайджана А Армения Там как раз Нелегально Вы можете Это понять Или нет Вы считаете Что Территория Которая Прилегает К коридору До Навчевания Она является Азербайджанской Территорией Все территории Которые Являются Карабаха Вообще И вообще Коридор Который был В разговоре И Армения Согласилась С этим Все эти вопросы Уже решились В 2020 году А я вам Задаю вопрос Если был подписан Договор Со стороны Армении Потому что Азербайджан В 2020 году Занял все Важные Стратегические Позиции Даже Армении И Азербайджан Буквально На дни На часы Пошло бы Время Чтобы дойти До самого Иривана Азербайджан Это не сделал Остановился Потому что Армения Капитулировала Армения Договорилась Армения Подписала Спустя неделю Как нашли Никола Пашиняна С подачи России Россия выступила Гарантом Поэтому Владимир Путин И сказал Если среди вас Армян Есть самоубийцы Пожалуйста Тогда идите К азербайджанцам И забирайте Карабах обратно Я думаю Что этот вопрос Уже был решен Армянской стороне Предложил Азербайджан Нормальные Отношения Взаимовыгодные В нашем регионе Дать даже Гражданство Людям Чтобы они Могли Оставаться В Карабахе Те Которые Хотят там жить Больше Этого Что может Вам предложить Азербайджан Если вы Самим Азербайджанцам Не даете Посетить Свои Исторические Земли Как Ереван То есть Нынешний Ереван Вы нам Не даете Ничего Мало того Что вы Окупировали Наши территории Мало того Что вы Развалили В них Все что Касалось Азербайджанцам Вы сегодня Еще обижаетесь На то Что мы Освобождаем Свои территории Так как Вы за 30 лет Мирным путем По дружески По человечески Не смогли Прийти к согласию Мирным путем Вовремя Получить гражданство Вовремя Получить Паспорта И начать Дружить И жить В мире С Азербайджаном Вы довели Это все До горячей точки До войны И сегодня Вы еще Обижаетесь Обижаетесь На то Что вы Украли Окупировали Наши территории И не даете Азербайджанцам Въехать На свою Родину Которая На минутку По документации По международному Праву Является Территория Азербайджана Это как Ребят Вы имеете ввиду Карабах Ответ Есть у тебя Вы имеете ввиду Карабах Мы имеем ввиду И Карабах И то Что все Мы с вами О чем договорились В 2020 году Зачем вы говорили Да Зачем вы говорили Да Если вы на это Не способны Если человек Я с ведущей Я с ведущей Согласен Я с ведущей Согласен В одном В одном моменте То что Если ты Подписываешь документ Ты обязан Его соблюдать Ну вот В этом я согласен Да 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 Я вас слышу Мы Армены Глубоко Сознаем Что так поступили Мы больше не будем Мы будем Соблюдать Все законы Недавно Ненсиджан Пришла К нам В Армению Ненсиджан И немножко Мы Этот самый Армянский Дух Армянский Войнский Дух Пришел К нам Ахперес Деньги Будут у нас Деньги Деньги Будут у нас Ненсиджан Дала слово Что нам Деньги даст Но проблема В том Что Проблема В том Что Не после того Как Ненси Пришла Ненсиджан Ни одного Это Самый Как называется Переводчик Переводчика Не нашли Чтобы Ненсиджан Перевод Сделала Что там Что она Говорила Проблема Ахперес Вторая Главная Проблема Это Той Кто Ненсиджан Уволил Ахпер Ахпер Нам Не повезло Ахпер Как всегда Да Как всегда